Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Только что посмотрел бой Ивана Баранчика против Хосе Сипеды. И хочу с вами поделиться впечатлениями, а также сделаем из поединка выводы. Кстати, если вы наткнулись на это видео случайно, просто в поисках самого боя, и возможно вы даже еще не знаете результат, то заходите на мой канал в телеграме лаборатория бокса, там есть видео этого поединка, можете его спокойно посмотреть, а потом уже возвращаться сюда. Теперь, что мы увидели? Бой был просто невероятный, но самое главное, что это было? Почему все сложилось именно так? Мы сейчас это проанализируем. Но для этого нам нужно понять предысторию. Кто такой Иван Баранчик? Кто такой Сипеды? Хотя бы в двух словах. Иван Баранчик это боксер российский и белорусский, и это силовик. То есть он идет вперед, силовик, темповик и жестко рубится. В основном бьет боковые удары, боковые вперед, порой чуть-чуть сверху. С одной стороны это и примитивно, в некоторой степени, в смысле не примитивно, а однообразно. Но с другой стороны он годами делает одно и то же, он выточился в этом. И как ни странно, у него в этом есть, кстати, свое мастерство. Его оппонент Хосе Сипеды, хотя он мексиканец, и по идее именно мексиканцы должны боксировать, так как бьется Иван Баранчик. Но Сипеда не характерный мексиканец, он игровик. То есть он текучий, весь такой расслабленный, ждет ваших действий. И соответственно от ваших ударов наоборот отталкивается и пытается вас как-то в свою очередь подбить. На самом деле, самое что веселое, бьет он скорее не особо сильно. Но зато быстро, неожиданно, внезапно и разнообразно. Теперь, что случилось в бою? Первый раунд. Раз Иван боковыми своими зачерпнул, Сипеду срубил. Два. Второй раз. И это все за один раунд, два нокдауна, причем выглядели они довольно серьезно. И вот мы видим во втором раунде, начинается второй раунд, и Иван идет в атаку и падает сам. Судья ничего не отчитывает, потому что, почему кстати? Потому что это был удар по затылку. На самом деле именно поэтому. Но когда он поднимается, снова идет в атаку и снова пропускает. И падает опять. И вот здесь начинается самое интересное. Почему так произошло? Дальше в этом же раунде, там ближе к концу, по-моему, наоборот, Иван опять роняет Сипеду. То есть вы уже представляете, какой накал? Один падает, другой падает, один падает. И дальше, по сути, так весь бой. Идут некие качели. Заканчивается это тем, что в пятом раунде, в пятом уже, да, Иван снова, Иван Баранчик. Тяжелым ударом обрушивает Сипеду. Пытается его добить. И на этот раз опять пропускает сам. И уже уходит, ну, фактически в глухой нокаут. Возникает вопрос, что все это было. Ну, что это видно, что такие качели некие. Но самое главное, почему? На самом деле, с точки зрения теории бокса, это было даже по-своему вполне логично. Дело в том, что это было добивание. Вот первые два нокдауна, которые сделал Иван Баранчик, даже после первого нокдауна, запустился процесс, запустился процесс добивания. Добивание, оно отличается от остального бокса. У добивания есть свои законы. Здесь держатся свои законы, законы прошлых лет. Поверь мне на слово, это реальность, а не бред. Вы вот, например, не задумывались, почему, допустим, Владимир Кричко тот же практически никогда никого не добивает. Сразу маленький спойлер, потому что это очень опасно. Добивание опасно не только для того, кого добивают, но добивание опасно и для самого добивающего. Это, знаете, как охотник. Он кого-то подстрелил, за ним побежал, за каким-то лосем или даже зайцем. И, ну, зайцем я, наверное, преувеличил. В общем, знаете, бывают такие случаи, что охотник тоже может быть в итоге тяжело ранен зверем. Ну, потому что зверь был как бы ранен, к нему там слишком быстро, в общем, подбежали, и зверь огрызнулся. То есть добивание очень опасно. Почему мы сейчас тоже отдельно поговорим? Там чистая механика, чистая техника бокса на самом-то деле. Ну, и, конечно, и психология. И вот тот же, например, Владимир Кричко, он не добил Поветкина в свое время. И многие даже подумали, что скрытый был какой-то договор, что специально, ну, как бы поддался, не стал добивать. Или, например, Владимир Кричко не добил Джошуа в свое время. И потом Джошуа зато добил его. А Джошуа, наоборот, побежал добивать Энди Руиса и упал сам. Да, то есть почему добивание так опасно? На самом деле несколько есть причин. Ну, во-первых, психология, конечно, да, потому что ты добиваешь, ты концентрируешься на своей атаке, ты много ударов выбрасываешь, ты открываешься сам. И вот, как бы, ну, можешь пропустить. К тому же ты не просто пропустишь, а ты-то сам не ждешь этого. Ты уже видишь, что победа у тебя в кармане. И ты пропустишь, и этот удар будет для тебя более неожиданный. Но это такое самое очевидное. Но, опять же, здесь еще сложнее. Казалось бы, а ты добивай не так вот с опущенными руками, как часто делают, а ты добивай с собранным. На самом деле, все равно это не защищает тебя полностью. Потому что само твое действие предсказуемо. То есть в обычном нормальном боксе без добивания ты, условно говоря, ударил три удара, сместился, дернул там, ушел. Опять ударил три удара, опять ушел. Один удар ударил, ушел. То есть твоя голова, она, ну, в общем, разнообразно движется. То есть это непредсказуемо. В добивании, как бы ты собрано, ну, не стоял, как бы у тебя не были ручки на месте, то именно, что у тебя и голова на месте, и все на месте. То есть ты действуешь предсказуемо. А это значит, всегда оппонент может корягу какую-то запустить, и, ну, по тебе попасть. Как бы в любом случае. Короче, главный, как бы, вердикт, на самом деле, этого боя, и главная мысль, то, что у добивания свои законы. И это очень интересно с точки зрения бокса. Еще хочу высказаться на две темы. Ну, во-первых, я делал азартную ставку на париматч. Она не зашла, потому что я предполагал, что бой, в общем-то, даже всю дистанцию пройдет. Но зато, представьте, кто-то ставил наоборот, и он выиграл. И хочу напомнить, пользуясь случаем, что париматч всем новым игрокам дает бонус до 2,5 тысяч гривен, или до 100 долларов в вашей местной валюте. И если вы считаете себя суперэкспертом, и вы как пророк видите такие результаты боев, то этот бонус для новых игроков находится по ссылке в первом закрепленном комментарии под этим видео. Теперь второй момент. Что ждет Ивана Баранчика? Этот бой, это... Какие последствия будут этого боя? Ну, скажем так, мне тяжело об этом говорить, потому что я очень симпатизирую Ивану Баранчику. Сначала мне он не нравился, потому что он нарушает правила, часто бьет по затылку, ну, толкает там противника по-всякому, по ногам бьет и так далее. Это не очень хорошо. Но в какой-то момент мне Иван Баранчик очень понравился, но я вообще стал узнавать, что он очень душевный парень, очень человечный, без какой-то звездонутости и так далее. И, кроме того, если честно, меня восхитила его смелость. Он месяц назад сделал заявление политическое, и это было реально круто. Дело не в том, что он прав или не прав, а публичные люди, они всегда поддерживают тех, у кого есть сила, они всегда поддерживают свою власть. И он сделал наоборот. То есть, его поступок меня поразил своей именно честностью, смелостью, открытостью, независимо от того, скажем так, прав он или нет. Но как бы вот сам факт, что он посмел, не постеснялся, не побоялся, открыто высказаться против действующего президента, в данном случае своего, но я, если честно, по-человечески, мне это очень понравилось. И как бы я за него. Но я считаю, что этот бой, возможно, будет иметь для него большие последствия. Во-первых, он может быть пробит в этом бою, потому что несколько нокдаунов тяжелых, и это все закончилось нокаутом, это все в один день, это может повлиять на физиологию. Как Александр Поветкин когда-то его подбил несколько раз Владимир Кличко, и после этого Александр Поветкин уже вполне стал падать, без проблем. А до этого то он, в общем-то, особо и пробить его было очень тяжело. То есть этот бой может иметь последствия чисто для физиологии. Ивана он может, ну, гораздо хуже начать держать удары. А второй момент это психология. То есть Иван, у него стиль очень жесткий, и, ну, знаете, как вот Рой Джонс, грубо говоря, шел без побед, когда его один раз срубили, то все. И так бывает очень часто. То есть противники Ивана теперь, они знают, что, как говорится, все возможно, что голова у него далеко не железобетонная, и можно его победить. И я считаю, это может сыграть против него. И, кстати, вдобавок, я еще тоже хочу такой чисто боксерский момент сказать. Почему так вот падал Иван, мне кажется, что могло повлиять, кроме добивания, то, что у Хосе Сипеда прочная голова, очень прочная. И, грубо говоря, он-то когда падал, то с ним, скорее всего, было все хорошо. А Иван как бы пытался его добить. И то есть он, возможно, все эти разы пытался добить, на самом деле, как бы это срано не звучало, не сильно потрясенного человека. И как бы это было опасно для него. То есть он каждый раз попадал в такую ловушку. Возможно так. Но это мы не знаем. В общем, ребят, вам спасибо, что посмотрели данное видео. Бонус от Parimatch находится по ссылке в первом закрепленном комментарии. До новых встреч. Тушу камеру.